В имя Отца и Сына и Святаго Духа Дорогие братья и сестры, сегодня, собравшись перед плащаницей Просвятой Богородицы, как бы перед Ее гробом, вспомним же, кто перед нами лежит во гробе. В этом празднике Успения Божьей Матери Господь нам показывает, что смерть для нас не является чем-то страшным, что смерть – это не является концом всех земных желаний, что смерть – это не наказание, а это просто дверь в вечную жизнь. И даже праздник называется Успение Божьей Матери. То есть не умерла, но уснула. Ведь мы все знаем, что через три дня, когда святые апостолы пришли ко гробу Божьей Матери и хотели обрести Ее тело, они Его не нашли. Почему? Потому что Господь не дал коснуться смерти Ее священного тела. Это забота Сына о Своей Матери. И вот мы живем земной жизнью на земле, и вокруг нас много всего страшного и ужасного. И Божья Матерь, посмотрите, она прожила всю жизнь, в Ее жизни было только две радости. Когда ей святой архангел благовестил святую весть о том, что от нее родится Сын Божий, и когда перед смертью, перед своим успением она получила благовестие архангела о том, что через три дня Ее примет Господь, Царство Небесное. А вся жизнь Ее была это страдание и мучение. Святые отцы учили нас, что вся жизнь Ее была непрестанным мученичеством, и никто на земле, никто не имел столько страданий, боли, чем она. Знав, что от нее родится Сын Божий, зная, что она его потеряет, она прожила всю свою жизнь, достойно показывая всем нам, как нужно жить в этой юдоле греха и печали, где мы сейчас находимся. Как бы, какие бы тяжелые испытания не приходили на нашу душу, что бы с нами ни происходило, что бы нас ни ожидало, Божья Матерь нас научила, что все это нужно переносить с твердым упованием на Бога, на Ее Сына. Многие люди жалуются, что у нас, как же жить в этом страшном мире, просто посмотрим на Божью Матерь, она же прожила эту жизнь достойно, с честью. Не нужно смотреть на обстоятельства, которые нас окружают и еще будут окружать. Люди плачут, что у них болезни, что их никто не понимает, что их никто не слышит, что дети отвернулись, что мужья отвернулись, что общество отвернулось, и мы похожи на фанатиков, так даже говорят люди. Но если жить как Божья Матерь, а она пример, она жила в этом мире, среди этих людей, даже ее дети, не ее дети, а дети Иосифа, которые были ей названы дети, они не любили Иисуса маленького. Они к Нему относились не как к Богу, а просто как к своему брату, и они его не любили. И она это тоже видела, и эта скорбь тоже проходила через ее душу. Но она это никак не показала никому, ибо мы знаем, что святые отцы пишут, что ни одного греха не сотворила Божья Матерь. Она прожила достойную жизнь, то есть в три года, то есть она прошла все, и сиротство, и отречение от родителей, не то что отречение от родителей, то есть прожив, она же с трех лет прожила, а потом замужество, то есть к которому она не стремилась, она себя посвятила Богу. Ну и дальше рождение, и все, что мы знаем, в Священном Писании написано о скорбном пути Божьей Матери на земле. И вот когда мы скорбим о том, что с нами происходит, просто посмотрим и скажем, что есть та, которая гораздо была больнее, гораздо тяжелее, чем нам. Наша скорбь, что наша скорбь? Она несоставима, несоизмерима с тем великим горем, которое имела Божья Матерь. И при том она страдала не только за своего сына, она страдала за все человечество. Она знала, что все человечество предаст ее сына, отвернется от него. И она все это пронесла с честью и с достоинством, и соединив в себе земное и небесное, показала нам, как нужно жить в молитвах к ее сыну, прибегать во всем, во всех тяжких обстоятельствах, которые есть в нашей жизни, и во всем себя, всего предавать Богу. Она стяжала самый главный дар, который нам необходим – смирение. У бесов есть все, абсолютно они умеют все делать, все, как в беседах с монахом он, бесы, говорил, «Я имею всего старшего». Но не имеют только одного – смирения. Им невозможно покаяние, оно им не знакомо, они так и не познакомились с ним. А Божья Матерь и мы имеем возможность на смирение. Поэтому надо просто жить свою жизнь так, чтобы стремиться обрести этот благодатный дар. А ведь смирение – это корень и матерь всех остальных добродетелей. Ну, нет у нас смирения. Ну, давайте просить Его хотя бы Бога в каждой молитве. И утром, и вечером, и в течение дня. И опять же, мы просим Господи помилуй. То есть дай нам милость. Мы просим у Господа милости. Можно добавлять еще и смирение. Господи, дай нам. Не возноситься, не превозноситься, не искать славы человеческой. Вот просто представьте себе на секунду. Мы стремимся там к орденам, к медалям, к званиям, к признанию, что нам говорили, что какой ты хороший, какой ты такой добрый, как ты всех любишь. Как ты там ведешь себя, не так, как другие люди. А не к этому надо смириться. Это все не я, а Господь. Это все Его силы, Его благодать. Господь может от любого из нас, мы все знаем, забрал свою живительную силу. И нет человека. Забрал свою благодать. И все, и нет человека. Пришла воля Божия. И нет человека. Все. Что-то там в жизни своей приобрел, что-то сделал со своей душой, что-то с ней сотворил. Или уничтожил ее, искромсал, поругал. И вот с этой споруганной душой человек не обретет Царствие Небесное. То есть в любой момент. Нет у нас страха Божия. То есть в любой момент Господь может забрать душу любого человека. Самое страшное, что это будет неподходящий момент, когда человек не готов к вечной жизни. Когда уже его жизнь на земле просто вредит ему самому, только усугубляет его вину. Потому что у него нет даже надежды на покаяние. Ведь самое страшное, что люди умирают и идут не в рай, а в ад, только тогда, когда они уже не имеют возможности, не то что возможности, когда у человека пропадает желание покаяния. Страшно прожить эту жизнь, имея всю славу, все богатства мира, но не имея в душе просто желания смириться перед обстоятельствами, перед врагами, перед всеми. И вот Божья Матерь смирилась и показала нам величие этого тихого, смиренного подвига, смирения всем женщинам, всем мужчинам, всему роду человеческому. И вот она ходатайся за нас в этом своем подвиге, подвиге смирения и терпения. И поэтому, как бы нам не было тяжело, и что бы нас не ожидало вокруг, просто обращаем свой взор опять к какой-нибудь Божьей Матери, смотрим в ее причистые глаза и просим. Божья Матерь, нет у нас того, что есть у тебя. Пожалуйста, помоги нам обрести это самое смирение, это самое терпение, эту любовь к Богу и к людям. У нее есть все. И поверьте, кто у нее просит, получит обязательно все, что просит. Преподобный Серафим Шаровский так и говорил, творите Богородичное правило, которое я вам даю. И Божья Матерь все дни жизни вашей не оставит вас. Ни здесь, ни по вашему, ни по вашей смерти, ни по вашему входу в жизнь вечную. Она будет всегда с нами. И вот мы сейчас так и называем нашу страну Россию домом Пресвятой Богородицы. Ну, здесь немножко и похвальба русского народа, но в то же время и любовь русского народа. Не хотим мы никому отдавать нашу Богородицу. Мы ее считаем своей, родной Матерью. И вот эта любовь нашего народа Пресвятой Богородицы говорит все-таки о том, насколько в нас сильна вера православная. Что бы с нами ни делали, какие бы нам не приготовили страшные испытания все народы земли, нам не страшно. Мы ничего не боимся, потому что с нами Пресвятая Богородица. С нами ее благодать, с нами ее смирение, с нами ее терпение, с нами любовь, которую она приобрела в своей благочестивой, высоконравственной, чистой жизни. И как бы нам не было тяжело, всегда будем обращать взоры к ней и просить ее о всем том, чего у нас нет, но будет, если мы будем верить в то, что мы все, что просим, о своей душе, о своем спасении, действительно необходимо нашей душе. Ни благ земных, ни славы, ни чести, ничего мы этого у Бога и Божьей Матери не просим. Мы просим смирения, терпения и силы перенести все испытания, которые есть, были и будут еще в нашей жизни, которых совершенно не нужно бояться, а нужно с радостным сердцем, как у нее, с этим великим, вмещающим в себя все скорби и страдания человечества. А она же, она из нашего рода, она человек по плоти, она не Бог, она человек, который стал, обоживался именно вот этим самым своим терпением и смирением. То есть нет ничего, что может на земле быть, кроме смирения, которое нас может сделать богоподобным, именно смирение. И поэтому не будем ничего просить у Бога, у Просвятой Богородицы, кроме как смирение перенести все и именно этим смирением победить весь ужас, кошмар и страдания и боль этого суетного мира. Просвятая Богородица, моли Бога о нас и не остави нас грешных в день своего смения и во всей жизни вечной. Аминь. Аминь.